Памятника зацепим его и до конечки. Будем смотреть, включают ли он указатели поворотов право-лево, как останавливаются, как отъезжают, где высаживают пассажиров, и габаритные огни, включены или не включены. Сегодня проводится комплексное оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус», в котором задействуются и сотрудники аппарата управления. Будут организованы скрытые патрули по контролю за поведением водителей автобусов. Наряды дорожно-патрульной службы все ориентированы на реагирование и пресечение административных правонарушений допускаемых водителями автобусов. Если водителя на одном автобусе нарушат 2-3 нарушения, то его сразу и привлекут за все три. То есть вы его перегоняете и останавливаете? Мы его на конечке, чтобы людям дискомфортнее создавать. Фиксируется, да, все это? Конечно, на видеорегистратор. Мы включили регистратор, чтобы запись нарушения была. У нас 4 наряда скрытого патрулирования, несколько человек, скажем так, контрольные пассажиры, которые находятся внутри автобуса, и порядка 40 сотрудников, то есть порядка где-то 20 патрульных автомобилей, которые при надзоре со дорожным движением также будут контролировать безопасность и соблюдение правил дорожных. Вот первое нарушение. Вот отрасль связиникового. А что он сделал сейчас? Не включил указатель поварата. А, да. И когда отъезжал, да? Да, да, да. Начали движение с остановки в местной операции. Это был ключик из-за запись к левому повороту. Значит, в отношении вас будет составлено остановление по части 1 статки 12.4. Это соответственно нарушение. Все поворотки, выехал с остановки, не подал знак поворота. То есть это 500 рублей, да? Ну, вообще, да, так. Какие-то несерьезные нарушения не требуют даже возбуждения административного производства. У нас, скажем так, нет такого прям требования, чтобы прям какое-то количество протоколов составить. Нет, это абсолютно не самоцель. Основная цель – это профилактика, это беседы с водителями, какие-то нарушения. Ну, например, там, свет фарк, забыл водитель включить, да? Ну, это не настолько серьезные правонарушения. То есть вполне можно остановить водителя и разъяснить ему, да, вот, о том, что, пожалуйста, включите свет фарк. Более серьезные административные правонарушения, да, действительно, они будут зафиксированы. И уже в рамках административного расследования водитель будет приглашен для составления административных отделений. Записывай время. Опять поворотник, да? Угу. Начал движение тоже. 12.01 он, когда останавливался, не подал указатель. А 12.02, когда начал движение, не подал. 12.04. Значит, вы террорически игнорируете сигналы подачи начала движения и остановки. Значит, у нас имеется видеозапись. Да. Кто поворот не включал, да? Да, кто поворот. Ну, то, что мы выявили. Я вот. Статья предусматривает 500 рублей. В течение 20 дней имеете право оплатить половину, 250 рублей. Я же не буду. Выявлено три нарушения. Делаемся. Может, я не включал. Я не тридцать не буду. В основном результат это то, что обратить внимание водителей пассажирского транспорта о том, что они находятся на контроле. Еще раз провести беседу о недопустимости нарушения ПДД и довести информацию о том, к чему приводят нарушения. То есть, к последствиям довести информацию именно о дорожных происшествиях и пострадавших. А наша цель это повысить безопасность перевозок в целом. Продолжение следует...